Доброе утро! С утра, как всегда, кофе и вчера вафли напитал. Сейчас будем кофе с вафлями. Кто проснулся уже, всем приятного аппетита. Ой, как кофе пахнет на всю кухню. Я вафли с свинниковым сиропом. Не знаю, откуда. То ли нам его кто-то презентовал, то ли девчоночки мои купили. Никому в доме не нравится. Только мне нравится. Если кому-то попадется вдруг, покупайте вкусный. Может быть, чуть-чуть такой сладкий. Не знаю. Налиточка говорит, тетя, он приторный. Не нравится. Мне все сладкое нравится. Ладно, все, всем приятного аппетита. Вот такие вот мои ласковые нежи. На фоне телевизора. Мы спим. Так, все, ремонт закончили. Ну, в ванной комнате имею в виду. Сейчас потихонечку чуть-чуть начинаем дома чистоту наводить. Мара, туда нельзя. Но не думаю, конечно, что она прыгнет. Хотя, кто его знает. Я с дивана сижу, такая деловая. Наводим чистоту дома. У меня пятиминутка. У меня такая в роли распорядителя. Людмилка у меня мебель полирует. Мама у меня там сервант чистит. А я сегодня команду. А что? Один раз можно мне командиршей побыть? Мара все контролирует. И вот эту сидушку уже, диван-декс, кресло можно собрать, убрать. Уже все, ремонт закончился. Сейчас у нас три дня снег рисуют. И потом уже погода наладится. Уже можно будет и стекла мыть. Окна мыть, занавески стирать. Окна мыть, люстры драить. Любимка туда-сюда ходит. Нет, нормальный родной. И Мара за ней бегается. Не успела заснять, любим. Людмила чистила полочку. Мара рядом с ней сидела. Людмила пошла в кладовку за пакетом. Мара за ней. Бегает туда-сюда за Людой. Как хорошо, когда дети подросли и помогают уже. Вот она будет целый день за Людой бегать. Когда Люда в школе, она так за мной бегает. Посмотрите, как у нас снег валит. Тут идет целый день так. Еще три дня, пишет, снежно у нас будет. У кого какая погода, девчонки, пишите. И пишите, из какого города интересно будет. Ну, мне кажется, сейчас везде такой снег. Кроме Москвы, конечно. Сестренка разговаривала вчера. Она говорит, у нас в неделю солнечно, тепло. Я говорю, очень хорошо. На Кавказе снега у вас тепло. Голова, честно говоря, от такой погоды болит. Нога ноет, голова болит. Поэтому снимать что-нибудь делиться с вами сложно. Потому что целый день головные боли. А снег идет, а снег идет. Певица с меня еще там. Лучше помолчу. Бештау не видно. Когда Бештау не видно, значит будет непогода. Перед дождем, перед снегом у нас горы нет. Вот впереди, за Белым домом у нас Бештау. По идее, должна быть видна. Почему-то вчера не получилось у меня загрузить видео на Яндекс Дзен. Хочу выкладывать и на YouTube, и на Яндекс. Потому что не все еще, наверное, перешли на Яндекс Дзен. Что-то не получилось у меня. Пыталась, пыталась, выбивала и все. Так, пока буду дублировать и на YouTube выкладывать, и на Яндекс Дзен. Снег идет. Так вот показывают весь вечер, всю ночь будет снег идти. Так, насчет скатерти. Честно сказать, когда я ее замачивала, я уже потом, когда пересматривала влог, думаю, господи, а если не отстирается, марганцовку нормально не развела. Короче, когда пересматривала влог, сердце в пятки уходило. Это моя самая любимая скатерть, которая у меня есть. Ну, я всегда так, я сначала делаю, потом думаю. Пятно не отошло. Было два пятна, одно отошло, а это, по всей видимости, какое-то ягодное пятно, потому что я тут на эти панузи. И, по всей вероятности, я какой-то ягодой, может быть, черной смородины. Скорее всего, эта черная смородина так и не отошла. Больше я выводить не буду. Пусть уже будет, пусть уже будет как будет. Потому что сама перепугалась, думала, что испорчу скатерть. Выглажу ее. Это моя любимая скатерть. Так, Олечка спрашивает насчет клеенки. Клеенка силиконовая, плотная. Как показать? Я даже не знаю, сколько она тут. Ну, это не тонкая клеенка, это такой вот потолще силикон. Так, все, насчет скатерти сказала. Сейчас буду сажать... Я микрозелень купила. Да, ребят. Будем сажать. У меня тоже есть микрозелень. Давай, неси вместе будем сажать. Так много зачем? А, ее нужно постепенно, да? Да, мне все нужно за раз. Мне все нужно за раз? А я там три упаковки купила. А я уже три клеенки. Только одну раз садили? Хотя у нас большая семья, но можно будет. Будем неделю на салатах сидеть, сидеть и стройнеть. Они могут испортиться. Они будут вырызгнуты, их нужно будет срезать. Так что одну сеть или две сеть? Ну, две. Две сеть, одну сеть. У меня там одна есть еще. Это, которую тебе Леночка подарила? Нет. Леночка, которую ты подарила, она у меня сгнила. На подоконике лежала. А я еще покупала. Думаю, тебе надо дать, чтобы ты у себя на подоконнике рассылась. На подоконнике не надо, а то сварится. А им свет нужен? Я хотела вот здесь прям... Я думаю, тут нормально. Нормально вот сюда на подоконнике. А, еще хочу показать. Садила, наконец-таки, лимон свой. Мне кажется, за неделю он вырос. Мне Валиточка таких два кашпо красивых купила, белых. И я пересадила... Нелька же мне сказала, что нужно... Лимону нужно больше земли. Он у меня в таком маленьком горшочке был. Я это взяла у деда, у зятя деда. Мы ездили к Борису Григорьевичу в гости. И у него лимон. И этот маленький отрусточек в горшке был. Я так потихонечку его домой взяла. Короче, будем надеяться, что он у меня вырастет. Карина сказала, что после него мы лимону срывали. Хочет и лимонное дерево. Значит, будем сейчас... У меня остался грунт. Куда-то бабуля... Мама, куда ты мой грунт делала, мам? Грунт был на подоконнике. Так. Сейчас вместе будем сажать. Раньше, знаешь, Лолит, когда мы были мелкие, продавались такие вот... Пчулок набивали землю. А я помню, какие-то мужики такие-то? С очками, мордочки, да, такие? А, ты тоже помнишь? Значит, это не так давно было. Мне так нравилось вот этот процесс, когда вот начинало расти. Где-то в душе, глубоко в душе, наверное, какой-нибудь агроном-селекционер. Вот еще второе кашпоп. Не знаю, что-нибудь сюда еще потом... А это гиацинты. Я их срежу. Вот они у меня сейчас сделаны чуть-чуть поставят. Я их срежу и потом во двор высажу. Я высаживала, а у меня они принимались. Давай вот эти через 7 дней. А это 10 дней растут. Давай. Это кроватое, похоже, знаете, дерево такое, денежное дерево есть. Похоже на это. А, микрозеренец пособствует похудению, я бы читала. И... А там можно в грунт, да. Можно в грунт, можно в такое... А, я просто... В полотенце, знаешь, есть бумажное. Я знаю, и да, но ты за пустойку и сделаешь. Хочешь, давай на такое-то такое. Ну, можно одну... Проверем эксплуатацию. Давай. Одну в землю посадим, одну сделаем в салфетку. Что-нибудь это полечится. Её там нужно будет смочить, корень. Сейчас мы семена откроем, засыпем и закроем. А, нет, мне кажется... И держать на свету при комнатной температуре. На подоконник положим. Вот так вот. В 3 раза. Так. Всё видно? Ты всю пачку? А что тут есть? Ты думаешь, что тут пол пачки нужно? Я думала, что это вообще нужно смочить, похоже. А сначала смочить, а потом засыпать? Да, и вот это тоже нужно было смочить. А это пальмо, ладно. Хочу, ты тут и высаживай, посмотрим. Давай... Спасибо. Ты за своей будешь ухаживать? А на своей чай? А мне не нужно ухаживать. Поливать ей не надо? Давайте. Чай лучше взойдёт. Накрывать ёмкость тепла плянкой. А, всё-таки надо ухаживать? Ну, просто накрыть. О! Что? А, это... Почему? Это семечки подсолнуха. Они тоже... Это что, подстава? Семечки подсолнуха. Чего? Ну, давай уже высадим, не надо. Может, это вот... И мы тут... Землю... Все не будем делать. Ну, давай посмотрим, что получится. Нет, его нужно будет прянкой накрыть просто. Парниковый тип эффект создать. Нанеси пленку. А вот это я не взял? Вот это я накрыть и всё. Или она через это дышать не будет? Такой же парниковый эффект будет. Думаю, если крышками накрыть... Их же крышками сверху накрыть и всё. Сейчас я сюда чуть-чуть воды ещё завалу. Поставлю на подоконник. И будем каждый день смотреть, что у нас тут происходит. Всё, с вами я буду прощаться. До завтра. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...